Ассаламу алейкум, ва рахматаллах, баракятах, уважаемые братья и сестры. Сегодня хочу сделать заявление по поводу слов Никонова, Федорова, того же Жириновского. Я категорически против любой претензии России или любой другой страны по отношению к любой другой стране бывшего СССР. Бывшего СССР, повторяю, все международные договора, в том числе и с Россией, тоже Казахстаном, были зафиксированы. После развала СССР все границы были зафиксированы в международных договорах. В том числе между Россией и Казахстаном тоже. Можно сказать, почему тогда я поддерживаю аннексию, в кавычках аннексию, Крыма. Я не считаю это аннексией, я считаю это возвратом Крыма. Почему поддерживаю? А потому и поддерживаю, что Украина повела крайне националистическую и антироссийскую политику. Ни одна страна в здравом уме и трезвой памяти не позволит приблизиться к какому-нибудь военному блоку, к какому-нибудь военному блоку, к своим границам. Насколько я помню, в 2013-2014 даже году Украина приглашала, в том числе в Крым, натовские войска. И разумеется, Россия взяла инициативу в свои руки. Просто отняла Крым у Украины. И правильно сделала. Можно, допустим, аналогию к Сербии провести. Это какие года-то? 98-й, по-моему, да? 97-й год, кажется. Могу ошибаться, но сам факт того, что это было, и то, что международные организации, в принципе, разделили Сербию на части, несмотря на то, что Россия была против. В принципе, была против только Россия, но весь мир поддерживал. Почему же в такой же ситуации весь мир должен осуждать Россию по отношению к Украине, имею в виду? Там точно такой же референдум прошел. Россия говорила, что разделение Сербии, как единого государства, запустит механизм такой, что весь мир начнет отделяться по результатам референдума. Ведь в ООН записана такая, такой пункт есть в ООН, о том, что о том, что каждый народ имеет право на самоопределение. Пожалуйста, тогда отпускайте Каталонию, тогда отпускайте Ирландию, к примеру. Пусть они станут отдельной страной. Имеют же право? Имеют. В то же время, в ООН тот же есть пункт, который противоречит тому пункту, который я выше говорил, о том, что каждая страна, каждое государство имеет право на территориальную целостность. Правильно? Правильно. И впервые вот эту коллизию, как бы, противоречия разрешил кто? Разрешил как раз Запад. Он благодаря первой моей отсылке к тому, что каждый народ имеет право на самоопределение, разделил Сербию. и запустил механизм такой, что по всему миру вот эти вот отделения пошли. Правильно? Правильно. Вот. И то же самое получается, Крым вполне себе логично, вполне себе ногами проголосовал за то, чтобы отделиться от Украины и войти в состав России. В чем проблема? Проблем нет. Вот. Но в то же время отдельно про Казахстан скажу. Казахстан у нас получается никаких войск НАТО у себя не держал. Официальная политика Казахстана всегда была миролюбивая по отношению и к русским в том числе, и к другим народам тоже официально. Да, я, конечно же, уже годами говорю о том, что у Казахстана есть большие проблемы с малыми народами, даже в том числе и с русскими тоже вытесняются постепенно, медленно, но хотя бы не физически. Побаивается, но утесняют. Побаивается, но утесняют. Это получается национализм просто-напросто. Я считаю, что Казахстану нужно дать по башке своим националистам, успокоить их, поставить их на место, ограничить их деятельность. и в то же время призываю свою родину, свою страну, Россию, отказаться от претензий к Казахстану. СССР уже нету. Если отсылаться на то, что, как вот, по-моему, Федоров, да, ссывался на тот пункт, что, типа, Горбачев нелегитимно отдал ядерную кнопку кому? Ельцину, да, Ельцину, и в принципе СССР типа не развалился. Казалось бы, логически верно. Но опять же, история все разрешает. Сколько лет нужно просуществовать какого-либо государства для того, чтобы оно стало легитимным и всем остальным. Казахстан, кстати говоря, последний вышел из СССР и объявил о своей независимости. Вернемся даже к Украине, кстати, вот недавний случай, да, правильно? Когда как его там товарищ, который убежал, Янукович, Янукович, который убежал в Россию, к примеру, его же официально-то никто не убирал. То есть там официальных органов власти не было практически. И, соответственно, когда выбрали Порошенко, получается, его выбрали нелегитимно. Но почему-то со временем его же признало, даже Россия призналась, весь мир признал. Ну, потому что это просто факт. То, что уже случилось, то, что уже неоспоримо, его никак невозможно полируть спять или переделать каким-то образом. Это невозможно. А так, на самом деле, Порошенко был выбран незаконно. Не было такого процедуры, которая отстраняла от власти Януковича. Значит, теоретически, получается, Янукович до сих пор президент Украины. Логически верно? Верно. Но по факту это не так, поэтому де юра тоже это было закреплено. Просто по факту того, что его изгнали, или он сам убежал, неважно, и выбран был народом Украины новый президент. Все. И весь мир признал, и Россия тоже признала. То же самое СССР развалился по факту. Пусть даже, я не юрист, поэтому не могу сказать, что там кто был прав, кто был неправ, легитимный или нелегитимный, но сам факт того, что СССР развалилась, и причем инициатором этого была Россия, Белоруссия и Украина. Это факт. После этого уже второй президент Тукаев у Казахстана. Дальше продолжим. Когда я эту мысль озвучил в чате Тюркский Ренессанс, все были удивлены, естественно, и один из казахов говорит, ты как патриот Казахстана. Нет, я вам сразу скажу, что патриотом Казахстана меня называть нельзя. Я даже могу назвать себя врагом Казахстана. Как восприметь это ваши проблемы? Но враг Казахстана я почему? Потому что Казахстан ведет антиногайскую именно против моего народа политику ведет. Присваивая эпосы и другую нематериальную культуру, историю называя наших исторических деятелей, наших руководителей, наших эмиров и так далее, казахами. Об этом я уже много тысяч раз говорил, поэтому я могу сказать, что я против Казахстана. Но в то же время есть такая вещь, как тюрки, мусульмане. Мы братья мусульмане. Первым делом, первую очередь мы мусульмане, братья. Во вторую очередь мы тюрки, то есть родственники. Отсюда вывод такой, что я враг Казахстана, как государство, и даже не, блин, как это выразиться, я даже не знаю, честно говоря, как объяснить. По факту я враг Казахстана современного, возможно. То есть современная политика Казахстана ведет нас к чему? К тому, что соседние, дружественные, братские страны и народы воспринимает Казахстан как врагов. Потому что Казахстан сам делает их врагами. Но никогда не был и, инжа Аллах, не буду против Казахов. Против народа Казах. Это мои братья, это братья мусульмане, это братья по крови, это братья по истории. Нас много чего связывает. Вот примерно вот так хочу закончить на этой благостной ноте. Инжа Аллах. Саламу алейкум. Ва рахматуллах. Ва баракятух.